Привет! С вами прогулки по Израилю и я, Алика Длугач. Сегодня мы с вами совершим увлекательное путешествие в мир истории, археологии, культуры и искусства. Итак, в этой программе вы увидите Тайны Акко. История одного из самых древних городов мира в эпоху Средневековья. О детстве, семье и творчестве. Продолжение интервью с неисчерпаемой Диной Рубиной. Спектакль по рассказам самих зрителей. Театр плейбэк на Тель-Авивской крыше. Один из старейших городов мира Акко не только пережил несметное количество завоеваний, но и много раз менял свое имя. Акко, Птолемаида, Антиохия, Сен-Жан-де-Акр, Акра. Сегодня мы начинаем путешествие по этому удивительному городу с одного из самых увлекательных его периодов, эпохи крестоносцев. Добро пожаловать в столицу Второго Иерусалимского королевства, могущественный и неприступный Сен-Жан-де-Акр. История города Акко – это хитросплетенный клубок из разных цивилизаций, народов и культур. Но, пожалуй, самые яркие события из более чем 50-ти вековой жизни города происходили здесь во времена крестовых походов. И сегодня мы отправляемся в путешествие по Тридневековью, в эпоху благородных рыцарей, сражавшихся за веру и святую землю, монашеских орденов, простых паломников и алчных купцов. Старый город Акко. Упоминания об Акко можно обнаружить даже в Библии. Здесь кто только не побывал, вся человеческая цивилизация. Можно, конечно, вспомнить и финикийцев, родоначальников современного алфавита. Можно вспомнить греков. Александр Македонский захватывает город просто сходу. Следом за ним спустя некоторое время сюда приходит Юлий Цезарь и также высаживается на берегах Акко. До города Акко доходила граница Великой Армении, империи, построенной Тиграном Великим. Но самое главное, из-за чего Акко приобретает статус всемирного наследия ЮНЕСКОС, это, конечно же, период Средневековья. Крестоносцы, мамлюки, арабы, салахаддин. Все эти имена просто с золотыми буквами вписаны в историю города. Крепость была построена военным монашеским орденом госпитальеров и великолепно оснащена сетью подземных ходов и коммуникаций. В подземельях, конечно, немножечко жутковато. Да, это подземелье было построено рыцарями для перехода внутри самой крепости, выхода на улицу и, честно говоря, такое ощущение, что сейчас какой-то рыцарь может выйти нам навстречу. Члены ордена не только защищали святую землю с мечом в руке, но и заботились о паломниках, предоставляя им приют и оказывая духовную поддержку. Под мощными сводами крепости, вдали от сражений, скрипели перья песцов, создававших манускрипты, украшенные цветными миниатюрами. Такие залихватские миниатюры. Можно сказать, перед нами образец средневековых комиксов, потому как большинство населения было безграмотным, и поэтому, чтобы понять, о чем было написано в книге, рисовали эти великолепнейшие миниатюры. В средневековье здесь процветала наука и ремесла. Одним из самых прибыльных бизнесов, которыми занимались крестоносцы в мирное время, не грабя караваны, это было производство некого белого кристаллического вещества, которое они добывали из растений. Вещество это вызывает легкую эйфорию при употреблении и быстрое привыкание. И как ты думаешь, что это? Ну, мысли у меня, конечно, самые тревожные, но мне почему-то кажется, что это сахар. Действительно, это был обычный сахар, секрет производства которого крестоносцы узнали здесь, на Ближнем Востоке. Однако производство сахара вызвало и другие проблемы. Издревле здесь, на Ближнем Востоке, в качестве подсластителя пользовались финиковым медом. И для того, чтобы продвинуть сахар на рынке, крестоносцы просто вырубают финиковые плантации. Ну, вот такой средневековый маркетинг бессмысленный и беспощадный. Величественные арки Крипты, подземной части церкви Иоанна Крестителя, святого покровителя ордена, словно машины времени переносят на многие века назад. И порой даже кажется, что под землей оживают призраки древнего монастыря. Здравствуйте, а вы кто? Разумеется, я не монах, я реконструктор. И сейчас мы с вами стоим в Крипте, церкви, посвященной Иоанну Крестителю в квартале госпитальеров. А здесь находится могила великого магистра. Как можно понять, что это именно магистр? Вообще, что здесь написано? Разобрать эти письмена достаточно сложно. Любой человек, если присмотрится к этой надписи, то сможет разглядеть несколько слов. К примеру, магистр или слово госпиталь, слово земля, терра и даже слово аминь с французской лилией. После векового сумрака арочных сводов монастыря крепости, внутренний дворик, окруженный высокими стенами, радует глаз солнечным светом. Здесь есть замечательная лестница, по которой великий магистр мог даже на лошади подняться в свои покои. А с левой стороны здесь располагались общежития для самих монахов. Прекрасно сохранившиеся залы крепости потрясают своим архитектурным совершенством и акустикой. И несмотря на массивные каменные стены, здесь царит непередаваемое ощущение легкости. Наверное, самый великолепный зал во всей крепости Аква. И этот зал монахи использовали как столовую, рефекториум. Надо сказать, что диета рыцарей, диета монахов в мирное время была достаточно скудной. Мясо они видели раз в неделю. В основном они питались кашами, овощами, фруктами. Но самым интересным в этом зале является, конечно, не это, а его невероятная архитектура. Здесь мы видим сочетание двух разных стилей. Это тяжелый романский стиль и очень легкая воздушная готика. Можно сказать, без преувеличения, что, наверное, это первая готика не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. В Акка жили не только госпитальеры. Неподалеку от их крепости, прямо на берегу моря, стояли мощные стены цитадели другого, не менее знаменитого рыцарского ордена. Вот эта спокойная вода, это же наверняка не бассейн, это же наверняка что-то совершенно другое. Конечно, это все, что осталось от огромного величественного замка рыцарей-тамплиеров, тех самых, которые обосновались некогда в Иерусалиме. Ходит городская легенда, что где-то под этими камнями, скрытыми водой, есть вход в подземное хранилище, где тамплиеры спрятали свои богатства и, возможно, даже знаменитую чашу Грааля. Непростые взаимоотношения между самими христианами, усиление влияния мусульманских государств Востока, постоянные войны и ослабление религиозного рвения европейских владык привели к тому, что Иерусалимское королевство было не в силах более противостоять вызовам нового времени. И в конце XIII века яркая звезда легендарного Сен-Жан-Дакра погасла. С тех пор началась уже другая история АКО. АКО арабского, турецкого периода. А в 1799 году под этими стенами расположился своим лагерем знаменитый Наполеон Бонапарт. А вот об этом мы поговорим с тобой обязательно в следующий раз. С нетерпением жду новой встречи. Захватывающие сюжеты, яркие образы и остроумный стиль позволили ей прочно занять свою нишу в современной литературе. Смотрите продолжение интервью с лауреатом многочисленных премий, популярным прозаиком и непревзойденным рассказчиком Диной Рубиной. В 50 лет вы печатаетесь от той девочки, которая впервые напечатала свой рассказ в юности. Такой огромный путь, такого совершенно self-made писателя. Это у вас наследственное? У вас в книге написано, что ваш папа был совершенно self-made man? Абсолютно. И мама, в общем, тоже. У них были очень простые родители. Хотя, надо сказать, что там по линии отца бабка, она была жуткая совершенно, и мы ее боялись. Она какое-то время даже жила у нас до ташкентского землетрясения. И она, тем не менее, писала, хотя она закончила 4 класса. Школа, а потом рабфак. Она была рабкором. Она писала в газете. Она написала книгу о своем детстве. Она послала эту книгу Эренбургу. И Эренбург ответил ей письмом. Это письмо хранилось в семье. Дед тоже был непросто. Он был скрипач, шахматист, чемпион Харькова по шахматам. И при этом часовщик совершенно замечательный. Но поскольку он был абсолютно нищий, нищий часовщик – это нонсенс. Часовщики всегда были денежными людьми. Они всегда занимались камешками. Бриллиантиками они занимались. Дед – нет. Он играл в шахматы. А такая лупа у него была, которая в глаз вставлялась. И она у меня даже есть, эта лупа. Да. Так вот, несмотря на все, вот это мои родители, конечно, очень вырвались. Они были оба. Это были люди, которые сделали сами себя. И мама, и отец. Так что мы уже как бы с сестрой произросли в семье, где просто было огромное количество альбомов живописи. Отец был художник. Где, конечно, были книги и собрания сочинений и так далее. То есть мы уже произрастали на таком слое общекультурно-среднекультурной семьи. Чего нельзя сказать, например, о моих детях, которых за шкирку тянули, тащили и все время куда-то что-то заставляли, значит, вот это все. Вот. А вас заставляли окультуриваться? Или это проходило автоматически, потому что в доме папа художник и литература и все? Ну, во-первых, меня заставляли. Точка. Меня заставляли все время что-то. Я могла только убежать из дома, чтобы быть свободной. Я могла убежать, там, не знаю, в зоопарк, я могла убежать куда-то во двор. Иногда я просто садилась на пригородный поезд какой-то, куда-то ехала, две-три станции дальше выходила. Там были какие-то глиняные развалины. Вообще Узбекистан ведь очень интересный и, главное, теплая республика. Это можно было сделать в марте, в глубоком ноябре и так далее. Отец просто был чрезвычайно влюблен в музыку. И он был меломан, и он был просто знаток музыки. Он всегда работал под музыку классическую. Там всегда был включен Бетховен, Бах, Гендаль и так далее. И так далее он ужасно хотел, чтобы дети, ну, что-то там такое могли сбацать. И когда мы получили наше американское наследство, это отцова тетка, которая в начале 20 века бежала, так сказать, из, по-моему, из Кременчуга до революции бежала в Нью-Йорк, и там процвела. Вся эта история описана в романе «На солнечной стороне улицы». Когда мы получили это американское наследство, то мы купили пианино «Беларусь». Это была замечательная жизненная школа. Я должна была сидеть и заниматься. С папой не забалуешь было. Поэтому вот в Индополож 4 часа, 6 часов сидеть и заниматься. Так что, когда я принялась писать, сидеть и писать, это было так естественно. Сколько надо? 4? 6? А если интересно, то и 10? Пожалуйста. Вот так вот. У меня никогда не было кабинета. Я работала всегда, боже мой, ну где? В лежачем положении на диване и так далее. Это было просто... И вдруг у меня появился кабинет, я подумала, и тогда умер отец. И я подумала, вот в кабинете своем я сделаю такую вот экспозицию работы отца. Это портрет мамы молодой, которая сидела, позировала и качала мою коляску ногой. За кадром вы. Да, за кадром я, но в бессловесном пока виде. Вот. А здесь я была уже в словесном виде. Это я совершенно маленькая соплячка. Папа вызвал меня со двора, посадил и писал вот. Вот. И поэтому вид мрачный. Отец всегда какие-то мрачные мои лица писал. Я всегда была как-то погружена, бог знает во что, потому что он говорил, двинешься, я тебя убью. И я сидела и позировала. А это вообще вот интересно. Это такая реплика, ну, копия большого портрета, который называется портрет молодого драматурга. Я только приехала юная из Москвы, где московский тюз поставил мою повесть, когда же пойдет снег, привезла афишу. И отец раскатал эту афишу там за моей спиной, посадил меня возле машинки. И я сижу и смотрю как бы на зрителя, черт возьми. Мы все вырастаем из надежд своих родителей о том, какими мы должны быть. Мы вырастаем, вырастаем, становимся другими, другими. А потом другими становятся родители. Они становятся другими в наших воспоминаниях. Они как бы медально застывают и уплывают в прошлое. И мы пишем о них рассказы и повести. Ваши первые идеи рассказов, родившиеся персонажи, они родились под музыку за инструментом? Или как раз в те моменты, когда вам удавалось сбежать куда-то на волю и глотнуть воздух свободы? Ну, во-первых, писала я, сколько я просто себя помню. Потому что я очень рано научилась читать. Естественно, как только научилась читать, я, естественно, стала писать. Потому что, ну как такое мафию можно выдержать, что кто-то там чего-то? Я тоже же так могу. Вот. И я тоже там чего-то писала. И это было очень естественно. А писала я просто с места в карьер. Если я присаживалась на одну сторону попы, так сказать, на 15 минут, где-то там, я не знаю, ела пюре, например, на кухне, то в тетраночке я что-то писала. Это была чистая графомания. Это даже была не графомания. Это был тик такой. Детский невроз. Который постепенно перерос в невроз вполне взрослой дамы. Вот. Поэтому, что касается музыки, нет. Ну, тут шалишь. Тут надо очень серьезно заниматься. Музыкой занимаются серьезно. Вообще, любой вид искусства – это очень серьезная штука. А поскольку я занималась как бы, ну, это было не просто обучение ради польки Глинки. Это было обучение. Это была профессия. Я ведь закончила консерваторию и даже год преподавала в институте культуры. Это была профессия. А любая профессия, как считал мой папа и как считаю я, уже наученная папой, любая профессия – это положенные годы жизни. Точка. Это вот живот, положенный на алтарь. Ваша наблюдательность, как мне кажется, не знает границ. Потому что даже вот мы с вами разговариваем. Я прямо вижу, что вы впитываете истории, куда-то их складываете, копите, перерабатываете. За вот этот последний год ваше наблюдение. В какие мысли, в какие интерпретации отложились? Вы знаете, я должна что сказать. У меня произошло за последний год такой, знаете, некий поворот в моей профессиональной, в моей профессиональной такой, знаете, вот трубе, по которой я мчусь. Знаете, такая труба, воздушная труба, в которой я мчусь. Дело в том, что я начала делать подкасты. И они выходят, вообще весь год выходили просто каждую субботу. И так и назывались Дина Рубина по субботам. Вот. И я говорила на разные темы. Для меня это было открытие такое. Потому что я все время, вот мой, знаете, такой писательский глазок, он все время был настроен на что-то. Там вдруг мне моя вот приемная дочка, Карина Пастернака, директор моего фейсбука, там, сайта и так далее, говорит, ну что вы сидите дома, оденьте эту маску. Я, например, по субботам выезжаю бегать на пляж, на променад в район Решен-Лицеона. Поехали. И она меня вывезла туда. И, боже ты мой, какое это было счастье. Я набрела на мужика, который торговал белым огромным попугаем. То есть он его, конечно, не продавал, но он его сажал на плечо и фотографировал вашим же мобильным телефоном. То есть у него никаких затрат не было. У него был белый попугай. И я с ним вела длительную беседу. Он говорил, что вы хотите от меня? Что вы хотите от меня? Я говорю, ну почему он не разговаривает? Ну не разговаривает, он другой разговаривает, этот не разговаривает. Ну у него какой экстерьер? Смотрите, какой он бялый. Я говорю, ну хорошо, давайте, посадите мне его. Сделайте руку так. Я делала руку так. Потом я, естественно, все это описала. Все это. Или там, я не знаю, вдруг меня увезли по подозрению с короной в больницу. И там я прошла некую, некую, целую такую дугу переживаний. И это тоже был подкаст и так далее. То есть, понимаете, жизнь писателя, вот эта вот его машинка, которая работает, она не заканчивается никогда. Даже во сне. Я сегодня утром проснулась и говорю, Борька, говорю, ты знаешь что? Мне сегодня снилось, что я родила мальчика. И я понимаю, что я – это я, человек преклонного возраста. И мне как-то надо его накормить, я уже это не в моем возрасте делается. Но тем не менее, ребеночек совершенно очаровательный. Представляешь, и тут вы загремели, значит, ключом, вернулись в прогулки, а я проснулась. Он говорит, и что это значит? И я вспомнила, поскольку у меня бабка-то, прабабка-цыганка, я вспомнила, что это приятное событие. И вот вы приезжаете, и мы приятно беседуем. Ваш муж – ваш первый слушатель, первый читатель? Ну, обреченный человек, да. А остальные чады домочадцы, они… Нет, ну зачем? Нет, они свободные люди, им совершенно не до этого. И вообще они, я думаю, нет, но они знают, что баба, я баба, да? Да, причем мой зять, который, в общем, израильтянин, и он был шокирован, что детьми называют баба, потому что он учил немножко русский язык, он знает, как сказать, там, картошка, мне нужно до метро, и, я не знаю, там, информация в центре зала. Вот это вот он знает, но он говорил, надо говорить бабушка. Я сказала, отстань, но какая я бабушка? Да. Вот. Они знают, что я писатель. Они могут посмотреть эту книгу. Баба, это ты написала? Да. Ну, конечно, это люди уже из другой цивилизации. А ваша мама? Ну, мама – это совсем другой разговор. Знаете, это интересная вещь. Мама заболела уже, там, в таком очень преклонном возрасте, лет 85, у нее начались вот это вот мозговые изменения, деменция и так далее, и так далее. Но она по-прежнему прекрасно держалась именно в сфере речевой. Она педагог многолетний, у нее прекрасная вот эта речевая сфера, и даже, когда, например, я приходила, и она несла невообразимые вещи, она это совершенно законченными, прекрасными фразами говорила. Что любопытно, мама, конечно, очень мною гордилась, вообще родители очень мною гордились, понятно, мама вырезала любые самые плевые рецензии, по-моему, даже отрицательные рецензии, она аккуратно вырезала, потому что там мое имя было написано, она аккуратно вырезала и складывала. У нее были какие-то альбомы, я потом их все, конечно, выкинула, когда я освобождала ее квартиру, но для нее это было очень дорого. Я там упомянута, и поэтому Дина Рубина для нее это было, для нее это уже было не имя, так сказать, не фамилия ее мужа, и имя девочки, которую она родила, там, не знаю, в 30 лет и назвала в честь любимой киноактрисы, а для нее это было имя литературное. И вот я прихожу к ней в ее гериатрическую, так сказать, клинику, и я, конечно, приступаю вот к этому разговору, мамуля, ну, это я, вот ты понимаешь, да то и сё. Она мне говорит, как буреные романы. Я говорю, мама, если ты имеешь в виду его романы с женщинами, то думай, что его роман в последние 35 лет, в общем-то, это я. Если ты имеешь в виду книги, то у нас так сложилось, что книги в нашей семье, в общем-то, пишу как раз я. Она захохотала и говорит, ха-ха, это забавно, никогда бы не подумала. И я подумала, боже мой, вот она, реальность потрясающая, вот о чем надо писать. Надо писать о том, как улетает человек, будучи еще на земле, но она уже в других сферах. Это потрясающе, и, конечно, я об этом напишу, безусловно, потому что это тоже великая тема. Это великая тема, которую надо писать. Спасибо вам огромное. С нетерпением мы ждем вашу новую повесть. В наше сложное время. Это будет очень весело. И тем не менее, несмотря на то, что это самый обычный человек по фамилии Гуревич, называться будет повесть «Маньяк Гуревич». Израиль продолжает последовательный выход из карантина. Уже открылись бассейны, тренажерные залы и гостиницы. С некоторыми ограничениями возобновились и культурные мероприятия. Об одном из них наш следующий сюжет с Тель-Авивской крыши. В переводе с английского «плейбэк театр» означает «театр воспроизведения». Это форма театра импровизации, где зрители рассказывают свои личные истории, а актеры превращают их в художественное произведение, то есть, по сути, воспроизводят их для зрителя на сцене. Или на чудесной крыше в Тель-Авиве, где после длительного карантина и нескольких локдаунов прошло первое долгожданное культурное мероприятие. Мы рады открыть двери к новым мероприятиям именно с Театра «Плейбэк», потому что это уникальный способ дать людям возможность рассказать, что с ними произошло за это время, пока мы не виделись. Я пришла, потому что я очень устала от карантина. Это первое. Второе. Я очень люблю эксперименты. Я никогда не была в такого рода театре. Мне очень интересно, как будут выкручиваться актеры из тех историй, которые им предложат люди. «Плейбэк-театр» зародился в США. Его основатели Джонатан Фокс и Джо Саллас создали первую экспериментальную группу в 1975 году. А сегодня «Плейбэк-театр» в той или иной форме существует в 65 странах мира. В Израиле он появился в 1990 году. Актриса Нурит Шошан стояла у его истоков, играла в первой израильской труппе. Сегодня она коуч, или, как говорят сами актеры, их гуру. Особенность этого театра заключается в том, что он занимается настоящими историями из жизни. А у нас в Израиле, как известно, историй хоть отбавляй. Поэтому театр «Плейбэк» в Израиле чрезвычайно популярен. Мы израильтяне все время ищем в театральном искусстве проявление жизни и что-то настоящее. Театр, где играют жизнь, накладывает на актеров большую ответственность. Главное правило театра «Плейбэк» – не обидеть зрителя. Мы все делаем очень аккуратно, чтобы он получил удовольствие раз, чтобы он взглянул другими глазами на свою же собственную историю. Это же интересно. То есть он знает эту историю, он ее рассказывает. А мы же там не были, но мы ее слышали. Главное, чтобы наш рассказчик и другие зрители были довольны. Вы видели, что у него там? Журналисты где? Поспать ко мне с журналистом сейчас. А почему нельзя? Можно, правильно? Это же президент. Импровизация требует быстрой и слаженной командной работы. Поэтому все члены труппы – практически одна семья. Чтобы научиться тонко чувствовать и понимать друг друга на сцене, важно проводить немало времени вместе и за ее пределами. Ребята нашей команды меня очень вдохновляют. Никогда не знаешь, какая история попадется. И самое главное, что люди нам доверяют. Доверяют своей истории, потому что это личные истории именно. Не придуманные, а что-то вот, что человек сейчас вспомнил, что это у него в душе. Когда ты смотришь на свою историю со стороны, ты можешь по-другому понять, осознать и осмыслить все, что с тобой происходило. Будь то грустная история, веселая, не имеет никакого значения. Спектакли плейбэк театров – своего рода терапия для зрителей, которые, рассказав историю из своей жизни, затем вместе с актерами проживают ее заново. И это всегда авторская история, которая никогда не повторится. Это были прогулки по Израилю. Я, Алика Длугач, прощаюсь с вами всего на одну неделю. Счастливо, удачи, пока. Субтитры подогнал «Симон»!